Добрый вечер! Мы продолжаем обучение с самого начала, в 7 главе, в странице 69, продолжаем прошлого урока. То есть, с прошлого урока мы учили, что когда евреи принимают пищи, не для того, что его тело будет хватать сил для службы перед Всевышним, и не для того, что тело будет здорово, а потому, что ему вкусно, хочется, то тогда временно, временно, пишет, который человек ел в таком образом, спускается временно в три клипот, три абсолютные злодеи клипот, полностью клипа. И отсюда, когда человек, это же человек, будет раскаиваться и попользоваться своего силу после еда, таком образом, на молитву, на обучение, он будет вытаскивать божественную частичку, который, он объединялся с ней благодаря пище, тот, который оживила еда, и она поднимется обратно к Богу, будет объединяться с ее источник, с исключением пятна, которые человек загрязнил себе, потому что это не пишет, загрязнил себе из удовольствия, которое он получил при этом приеме пище, и для того, что очистить себе, придется ему пройти такое очищение, которое называется, как-то называется, когда струсят его в гроб. Мы говорили, что это вид мучения, еще одна вид очищения и мучения, мы будем потом понимать, что это такое. В отличие от кошерной пище, которую человек может вытащить из клепа при правильном пользовании сил и при раскаянии, если человек будет принимать не кошерную пище, то ее вытаскивать отсюда невозможно. Она часть три клепа. И для того, чтобы вытаскивать ее полностью из три клепа, это один из двух, то ли в машеях придется, и тогда будет стертая от лица земли любой вид клепа, она просто исчезнет. Дух клепа, он исчезнет, я его буду испырять прямо из лица земли, говорит Всевышний. Или, когда человек будет делать раскаяние, высокого уровня раскаяния, которое называется раскаяние от любви. И почему? Раскаяние от любви делает так, что самой запрещенной пище, она и причина соединения более крепко с Богом. И поскольку это и есть причина, поэтому она перевращается, вот это во грех, перевращается, как будто бы это плюс. Не минус, а плюс. Почему? Сравнение к этому, когда человек ходит в пустыню, без воды, и у него прям жажда к воде настолько сильная, намного больше, чем бы он находился дома, в уютное место, с неделокой охраной. То есть, кто делал жажда? Не самое физическое состояние. Физическое состояние, может быть, и сейчас не требуется ему воды. Может быть, он может выдержать еще один день без воды. Но самое состояние находиться без крана рядом. Находя в пустыне, в жару пустыне, вот она вызывает у него намного глубокая жажда к воде. Также и состояние грешного человека, в таком виде чува, само нахождение в глубокое место клепот, вызывает у него жажду и желание соединяться ко Всевишнему. И в таком виде чува, типа, толчок к соединению со Всевишнему, что является грехом. Поэтому они перевращаются, как будто бы это заповедь. Это был прошлый урок. Теперь продолжаем. 69-я страница на русского перевода, последний абзац. Мы говорили позапрошлого урока, что на этой главе мы изучаем, что происходит с разных видностей клепот нога, который перевращается в низкий клепот. До сих пор мы учили о пише, почему пише, потому что есть я, я еврей, я из клепот нога. Есть, допустим, корова или сыр кошерного, тоже клепот нога. И я кушаю ее не для того, чтобы получить благо в моем службе перед Всевишнему, или для благого состояния здоровья, а это делаю чисто ради получения удовольствия. Тогда мы оба снижаемся, то есть я и пише. Снижаемся вместе внутри в три клепота. То есть это выше плюс выше. Теперь он дает еще одно определение. Она уникальная для этого вида, но ее можно найти в параллель в нескольких видах мира. Какой? Понятно, что наше телесное состояние, она вся в клепот нога. Мужское семена, которое дает нам силу рождения, то же самое. Которое запрещает мастурбироваться. Мужчина. Почему? Потому что происходит, когда мужчина этим занимается. Он должен думать какой-то образ, который выводит его из какого-то состояния возбуждения. И это приносит ему в конечном итоге удовольствие. То есть тут это одна фантазия. Что не фантазия, это результат у мужчин, мужской результат. Семена, который выходит. Так, получается, что у меня тут нету вторую. А что снижается? Так, в таком случае, что снижается в три клепот. Мои мысли, без снижается, мои мысли, нехорошие. Семена, которые выходят в три клепота. Что еще? Ничего. Нет еще. Ничего нет. Поэтому есть тут определенный результат и облегчение. Поэтому он говорит, Несмотря, что это снижается и объединяется с три клепот. Можно это отменять через читание шма-перецна в очень глубокое соединение. Мой учитель, Радмен Льфутов, вас говорил, что это просто читать шма с пониманием каждого слова. Просто читать шма с пониманием, что ты читаешь. Как написано в каббале, у аризал. Умерумус в геморре. И к этому есть намек в геморре. В Талмуде. Коль хакойра креас шма ал метосой. Любого, который будет читать шма перед его сна. Кеилу ойхез хереб шел штей пиоис. Кабута би он держит меч двусторонний. Двухсторонний меч. Почему? Ла-хароиг гуфоис ахрицойним. Уничтожац тіла пасторонний. Это по-другому это так. Шена-су левуш лахайус шбати пиоис. Каторэй ажевлайутся чэриз силу всмила. Ва-хароиг гуфоис мэм каидо ла-йдыхэн. Ми говорили об этом много раз. Ва-псом в наши сотворения есть тела и есть душа. И в грех это по-другому. Поэтому мудрецов говорят, когда человек грешит, он сотворяет плохой ангел. А когда человек делает заповедь, он сотворяет хороший ангел. Что это такое? Когда я грешу, есть в этом двух сторон, двух частей. Первая часть – это желание грешить. Желание грешить. Первое – это желание грешить. Это душа. Мысли, чувства во время греха – это душа греха. Второе – это грех. Самый грех. Это телесное. Когда эта еда, мы говорили, пиши, объединяется с моим организмом – это тело. Душа – это удовольствие, которое я получаю. Когда я пользуюсь телом этого еда для того, чтобы молиться, учиться, раскаиваться, а она, вот тело, отделается от своего душа и объединяется со Всевышним, естественно, и душа испаряется из этого греха, и она просто уходит. Это дух тьма. Она просто испаряется. Мы говорили об этом. А когда мы говорим о такой дел, что происходит? Душа этого греха – это моя фантазия. Человеческая фантазия. А тело что? Нет. Нет. Получается, что тело греха, он очень рыхлый. Он не существующий совсем. Это, типа, мои чувства, семена, которые вышли, какой-то кусок удовольствия, но удовольствия, которых нет в жизни. Поэтому тут не надо делать глубокое раскаяние. Достаточно читать шма, понимать каждое слово, и она, вот, читение шма уничтожает тела этого греха, а душа уходит по себе, испаряет по себе. Поэтому так легко из этого попрошаться. Другими словами, к этому можно сравнять, почему именно это выводит. Потом мы поймем, что это просто очень часто у многих людей. Поэтому это очень важная часть, вот, в человеческой жизни, в мужской жизни. Но это бывает в любая фантазия. Фантазировал на что-то, получил удовольствие. Но это не телесный поступок. Поэтому можно это вывести просто из того, что я исправил себе. Исправил себе. Вот, исправили, исправили. Велахэн, и поэтому, говорит Ребе, ло гузгар, а воин зэра лебатолу батеево бихлал биесасурас. А запрет, мастурбироваться, не написано в Тору, включая запрещенные половые отношения. Что такое запрещенные половые отношения? Есть семь видов женщин, которые нам запрещено. Мама, бабушка, сестра, сестра жены, тетя, замуженная женщина. И кого я еще забыл? Дочь. И дочь. Спасибо. Это запрещенные. Запрещенные, которые облагаются смертные казни. К этих женщинам это запрещено настолько, что это смертные казни. Это реально очень серьезно, очень строго. А в числе этих выдох запрещенных не входит вот это. Почему? Потому что это не связано. Там есть женщина. Это плоть. Это как еда. Это как любой грех. Есть там другой человек. У него есть обличие. Это типа держатель грех. То же самое. Кстати, это обратное. Мы говорим сейчас о мужской. Но это тоже самое обратном. То есть получается, что моего греха держит любой чужой телесное существование. Поэтому там к этому разбираться, это отдельный вопрос. А когда это мастурбироваться, тут нету никого. Тут есть только я с моих фантазий. Поэтому он не входит в запрещенных половых отношений. Несмотря, говорит Ребе, что нельзя легкомысленно относиться к этому. А в шахом умеем. Вот. Он намного, намного глубокий и опасный. Почему? Вгодель авуина бебхинас агадлус в рибу и аттуму в акклиппоис шамо и лиду марбе бим ойд меоид боицоас зера леватолу яйсер меби из асурес. Мастурбироваться намного хуже. Почему? Ва причина. Пьер-вей. Я могу. В половых отношениях и ничего не чувствую. Технически. Бывает. Так, технически. Без никакого желания. Такое. Получается. Ну так. Получилось. Мастурбироваться мне нужно хотеть. Я живу в этом фантазии. Это намного глубоко. Это таскает меня совершенно в другое место. Баал Шамтов говорил, где хочет человек, там он находится. Это в добро и это на зло. Где человек хочет находиться, там он есть. А чем человек думает и чувствует, там его душа. Он прямо берет своего душу, труд даже. Иногда человек делает дила. Иногда не хорошая дила. Очень плохая дила. Но он там не с душой. Он просто так находится. А иногда он там, он прям там, полностью там отдал себе. Вот мастурбироваться это так. Во-вторых, могу это повторить сколько хочу. Когда эта половина отнесает, не только я тут. Есть другой человек. То есть это ограничивает количество. Сколько этот человек хочет, столько есть. Столько он не хочет, столько и нет. То есть есть ограничение в количестве. А когда это я сам собой, там без количества, сколько хочешь. Поэтому этого вида греха, он намного сильнее и намного утапливает меня в три клепот. Но есть преимущества в обратной стороне, в хорошем стороне, в половых отношениях. Запришонах. 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 Человек, который, который, который их совершает, он добавляет у чужого плоть, три клепот, которые он уже на них не хозяин. Оно вышло от него. Он не у него. Он у чужого. Не от него это зависит уже, видишь. Он может раскаиваться. А она? Она что-то должна ему? Ничего не должна ему. Он раскаивается. Хорошо, а дальше что? Что ему дело дальше? То есть мы говорили уже в прошлого урока, что когда мы говорим от чува просить перестать быть грешным, это легко. Легко. Он говорит, не буду больше. И не станет больше. Все хорошо. А искупление, возвращаться обратно к Богу, типа отметь все грехи, это уже совершенно другой уровень. Мы говорим тут о искуплении. Он соглашил. Что теперь ему делать? То есть это уже не его. Он уже расстался с грехом. Он типа отдал его чужой человек. Когда эта еда, которую я покушал, это у меня внутри себя. Когда я делал плохой поступок с собой, это у меня. Когда я с кем-то, он собрал с собой грех. Что мне теперь делать? Мне уже ничего делать. Мы говорим, что есть в этом плюс и минус, и в этом плюс и минус. Плюс тут нет. Минус и минус, и тут минус и минус. Вопрос, на чем смотрится? Если мы смотрим количество, иногда и качество, глубина болота, то мастурбация бывает очень плохая. Чисто плохая. Но избавиться, избавиться из этого зависит от меня. А о половинах отношений, может быть, и так не так глубоко я попался. Но не в меня оно. То есть грех находится у кого-то другой. Он носит это. Я тут не один. То есть я могу что просить у него, раскаивайте за меня? Не хочет она. Пошла она. Наградили его грехом, грехом. И ушли дальше. Это хорошо, если только грехом. Бывает, что его один. Сейчас будем читать. ЭЛАИМ КЕНИАСЭТ ЧУВО МААВО РАБО КОЛКАХ, АЧТЭС ДОИНЛОЙС НАСАЛО КЕЗОХУЙОЙС. То же самое, как еда. Когда человек доводит себе до такого уровня раскаяния, как от любви, тогда перевращается этих поступок в плюсов. Как? Еще раз мы говорили. Что само этого положения, которое находился, состояние, которое находился при выполнении этого поступка, сейчас выводит его из себя стать частью Всевышнего. Это другое положение. И теперь мы поймем, что сказали мудрецов. Какой вид грех, который нельзя исправить? Есть одна, единственная запрещенная заповедь, которую нельзя исправить. Когда? Когда человек порождал ребенок от замуженной женщины. По закону Тору он называется мамзр, бастард. А бастард, мамзр по закону Тору, это очень страшное дело. Этого ребенок, он еврей, но не имеет права выйти ни за одной еврейка. Ни за одной еврейка. Он считается бастард, то есть он не разрешен жениться ни с одной еврейской, а другая женщина. А с неврейка ему запрещено. Единственное, которое он может видеть из-за нее, это принявшая гьюр. И несмотря за это, его дети, сомнения могут тоже приходить в этого. А он не виноват ни в чем. Ни в чем не виноват. Он ничего не делал, это ребенок. Но от плот, запрещенные половые отношения. Он сам находится, его душа находится в клетках. Он ничего не может, он ребенок не виноват. А как можно исправить это теперь? Пока это был твой грех, ты мог делать чувак. Когда это твой грех, с еще одной женщиной, или вы вдвоем будете делать чувак, или каком-то высокий чувак, который будет выводить из этого. Но если вы порождали ребенка, что теперь делать? Этого греха как будто бы закрыты в живой жизни. Как будто бы передали силу грехов чужого существования. Что теперь делать? Исправить это невозможно. Какой вид грех, который нельзя исправить, это если из этого греха порожден носитель греха. Этого ребенка несчастный. Что ему теперь делать? Он не виноват ни в чем, но он все. Он носит этого. Он не может вынимать своего, это уже не спирма, это своего чувства, которое он вложил в эти дела. маяхаршекварь йордано эйлом, этого чувства, уже принимала плот человек, внесла пшу в гуф босар в дом. Она уже находится во человек. Все. Как он может исправить это? Где он может исправить это? EEP Продолжение следует...